День с толком В правительстве обсудили поставки куриного мяса и яиц в магазины края. Из 300 практикантов семеро перешли в штат. Как центры профподготовки на базе заводов уменьшают кадровый дефицит? Эта неделя началась с нескольких происшествий. В Панкрушихинском районе в результате ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде погибло два человека. Еще двое пострадали. Авария произошла на участке между станциями Алтайского края и Новосибирской области. По данным Пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, автомобиль «Хонда Фит» выехал на пути перед грузовым поездом. Машинист состава экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось. А в краевой столице около 6 с половиной часов утра на улице Чудненко загорелся автомобиль. По словам очевидцев, они слышали три взрыва. На месте происшествия работали два пожарных расчета. Пострадавших нет. По данным МЧС, за выходные на территории края произошло 61 возгорание. В результате пожаров пятеро человек погибли. Одно из возгораний случилось в Барнауле. На улице Правый берег пруда огонь охватил частный дом и пристройки общей площадью 100 квадратных метров. Один человек погиб. Причину возгорания выясняют специалисты. В Алтайский край пришли первые крепкие морозы. В эти выходные столбик термометра опустился до минус 44 градусов. Такие температуры фиксировали в Тольменском и Павловском районах. А в селе Курай, в республике Алтай, этой ночью температура воздуха и вовсе опустилась до минус 60 градусов. В МЧС предупреждают жителей, что такая холодная погода продержится до 13 декабря. Жителям региона сложнее привыкнуть к холоду, так как буквально неделю назад в крае ходили по лужам под дождем. Сейчас же мороз заставил замедлиться всех. К примеру, заморозилось строительство главной в Барнауле городской елки на площади Сахарова. Она готова лишь на треть. Продолжить работу мешает холод. По сообщению регионального гидромедцентра, к концу недели станет теплее. Арктический антициклон над краем продержится до четверга. А уже в пятницу температура должна подняться до минус 25 градусов. В воскресенье до минус 16. На Барнаульском пантеоне Славы зажгли вечный огонь. Частичку пламени со святыни России могилы неизвестного солдата привезли в Барнаул и торжественно зажгли на мемориале Славы. Несмотря на сильный мороз, в то утро температура опустилась до минус 35. Встретить огонь пришли десятки человек, в том числе и первые лица города и края. О долгожданной церемонии зажжения вечного огня в репортаже Валентина Аскеровой. Двое суток в пути и 3,5 тысячи километров позади. Спецвагон с долгожданной лампадой прибывает на первый путь Барнаульского ЖД вокзала. Вечный огонь выносят офицеры и курсанты Барнаульского юридического института. Прибывших встречают на ура. За счет 22! 22! Ура! 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 Частичку пламени перевозили офицеры Роман Литвиненко и Павел Савельев. Именно им выпала честь участвовать в церемонии передачи вечного огня с могилы неизвестного солдата в Москве и сопровождать пламя в купе поезда до Барнаула. Рассказывают, что пассажиры проявляли к сопровождению огня большой интерес. Огонь всегда был под присмотром и без внимания мы его не оставляли, потому что в вагоне были обычные граждане, которые им тоже было интересно. Все равно видели, что что-то, грубо говоря, какая-то свеча горит и интересовались, и чтобы, не дай бог, не задуло сквозняком или кто-то не залез случайно. Поэтому всегда присматривали за ним. Огни ничего не угрожало, смены проходили, все контролировалось, все было под надежной охраной, защитой. Переуполняла, получается, гордость за то, что именно я, получается, ездил и был, как бы, привлечен в это мероприятие ответственно, потому что данное мероприятие происходит, наверное, один раз в жизни зажигается огонь. Слушайте, это мы говорим оттуда, из тьмы. Слушайте. В пантеоне курсанты почетного караула зажигают факелы от частицы вечного огня. После направляются к горелкам мемориала и зажигают огонь. Пожалуйста, помните песню свою, отправляя в полет. Помните. А тех, кто уже никогда не споет, помните. Это для нас исторический день, потому что вечный огонь – это вечная память. Поэтому отдаётся дань и у вечного огня в Москве сегодня, и сегодня здесь мы отдали дань нашим Пашам, соотечественникам. Вечный огонь в Барнауле зажгли 9 декабря, в День Героев Отечества. С этого дня ярко-жёлтое пламя будет гореть вечно в память о подвигах наших земляков. Участники торжественной церемонии, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, почётные гости, ветераны в рамках торжественной церемонии зажжения вечного огня возложили цветы к памятной скульптуре «Прощание» и монументу павшим героям. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Жители Алтайского края смогут вновь встретить курицу в магазинах. Никто не станет отрицать, что в последнее время с этим были проблемы. Барнаульцы опубликовали в соцсетях пустые полки, а цены на то, что было, склоняли покупатели к вегетарианству. Вопрос мяса птицы накануне обсудили в правительстве края. Напомним, ранее крупнейший птицекомплекс региона «Алтайский бройлер» приостанавливал работу на 20 дней. На предприятии устанавливали холодильники для увеличения объемов хранения. При этом отмечало, что это не отразится на поставках птицы в торговые сети. Когда они переходят на новые мощности? У них уже сегодня стоит линия по забою – это 10 тысяч голов в час. Работают они в одну смену, это примерно 10 часов они бьют. То есть заряне. Они запустились, все запустились и ежедневные поставки пошли. Да, во всех сетях курица есть. Цена, правда, разная везде. То есть колеблется от 199 рублей до 229 рублей в торговой сети. Поэтому курица есть везде. Также в правительстве обсудили вопрос производства яиц в регионе. По производству за 11 месяцев текущего года, то у нас 901 миллион штук произведено яйца. Плюсом к прошлому году 29 миллионов. У нас присутствуют две птицефабрики. Основная это птицефабрика молодежная и птицефабрика комсомольская. Предполагается, что к концу декабря край выйдет на мощность более 1 миллиарда яиц. Такой рост во многом объясним инвестпроектами на основных птицефабриках региона. Так, например, на одной из фабрик установили 10-ярусные птичники, позволяющие увеличить мощность на 20%. К другой теме. Еще одна компания из Алтайского края, производящая электрошкафы, стала резидентом Сколково. Одна из ее разработок – умная система мониторинга, которая анализирует работоспособность любого электротехнического оборудования, предупреждает аварии, а значит, еще и снижает эксплуатационные расходы. Для того, чтобы получить резидентство, кандидатам необходимо пройти серьезный отбор, представить технически реализуемый проект, продемонстрировать преимущества перед конкурентами, не противоречить научным принципам и не только. Кстати, в этом году в Алтайском крае появился представитель фонда Сколково. Он помогает сопровождать заявку на статус резидента. Отметим, что компании-резиденты имеют ряд преимуществ. В компании-резиденты Сколково, получившие данный статус, имеют право пользоваться льготной поддержкой с точки зрения неуплаты ряда налогов, также привлечения финансирования, грантового финансирования в размере до 4 миллионов рублей в течение года. Льготная поддержка по налогам действует на протяжении всего статуса, на протяжении всего периода обладания статуса резидентом Сколково – это 10 лет. Плюс это менторская поддержка, плюс это пользование инфраструктурой фонда на льготных условиях. Добавим, резидентами фонда от Алтайского края стали уже несколько компаний. Кто-то разрабатывает технологию, позволяющую автоматически распознавать эмоциональное состояние человека. Другая компания выпускает уникальные камеры очистки. Всего же в регионе зарегистрированы 5 резидентов. Алтайский политехнический университет открыл центр профессиональной подготовки кадров на одном из барнаульских заводов. В рамках центра студенты могут проходить практику и отрабатывать навыки на современном оборудовании реального предприятия. Данил Кузнецов побывал на открытии. Под производственный гул руководства политехнического университета и завода «Тонар» торжественно открывают новый центр профессиональной подготовки. В подобной лаборатории студентов обучают работе на современном оборудовании на базе реального предприятия. Ранее эта компания уже создала условия для обучения на полуавтоматических сварочных станках в техническом вузе. То, что мы сделали в учебной аудитории, в АлтГТУ, это оборудование начального уровня, которое позволяет студентам получить базовые навыки. Здесь уже роботизированная сварка и лазерная сварка – это то, что сейчас появляется у нас на предприятиях и уверен, появится на других предприятиях промышленных. И нам важно, чтобы студенты в процессе обучения познакомились с этим оборудованием, поняли, как его программировать. Завод рассчитывает таким образом получить новые кадры. Сейчас на производстве не хватает свыше ста человек, как рабочих, так и инженерных специальностей. Поэтому одна из целей – заинтересовать будущих профессионалов подобными практическими уроками, которые заменяют ученикам лабораторной вузе. Только вместо преподавателей ответы принимают опытные наставники из числа работников. В целом, выглядит как очень современное предприятие. То есть, то, что я увидел, в целом меня заинтересовало. Практику можно проводить у них, нам рассказали, или устраиваться на работу. Вот я думаю, что этим я и займусь, как будет практика летняя, может быть, у них устроиться. Тем более, производственная практика оплачивается, ведь студенты выполняют реальные заказы и могут прямо во время обучения поработать на нескольких крупных заводах в рамках своего профиля. Здесь мы не замыкаемся, что это только для машиностроения, а это только для другой специальности нет. И еще, что ценно, что такие учебно-производственные участки создались не только на этом предприятии, а еще и 5-7 предприятий назову. Это и станкостроительные, и мегпресса, и ротор, и асбеста, технические резины, технические изделия. В этом году производственную практику здесь прошли около 30 студентов. Из них семеро уже работают на предприятии. В 2024-м руководство планирует не снижать планку. Тем более, вскоре на завод поступит манипулятор для листовой гибки, который начинающие инженеры в будущем тоже смогут опробовать. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Дом афганцев в Барнауле отреставрируют только к июню 2024 года. Напомним, летом 2022-го там начались масштабные работы, которые должны были завершить в августе этого года. Порталу Толк удалось связаться с директором компании «Векстрой», который занимается реставрацией. Директор пояснил, что сроки проведения работ сдвинулись по объективным причинам, так как были обнаружены дополнительные виды работ. Все это сопровождается разработкой дополнительной проектно-сметной документации. Реставрация сама по себе – это сложный вид работы. Почему? Потому что не все проектные решения могут выполниться, и не все они могут правильно быть применены. И по моменту того, когда раскрыли, разобрали, столкнулись с каким-то сюрпризом, так называемым, приходится принимать новые технические решения. Соответственно, это временной фактор. Кроме этого, появилась необходимость устройства новых помещений. В зале разместят тематические экспонаты СВО. Напомним, в последние годы в здании размещался военный отдел Краеведческого музея, а также союзы ветеранов Афганистана и Чечни. В начале 2018 года в здании произошел серьезный пожар. Здание законсервировали. В прошлом году после долгих исканий удалось найти подрядчика, который взялся за ремонт здания. Все-таки объекту больше 100 лет. Стоимость работ – почти 237 миллионов рублей из краевого бюджета. И к новостям спорта. Алтайская школа кикбоксинга ежегодно держит высокую планку на соревнованиях. 2023 год не стал исключением. Наши файтеры все чаще выступают на профессиональных турнирах, представляют наш регион на российских чемпионатах и выигрывают в них. Об итогах сезона расскажем далее. 2023 год алтайские кикбоксеры могут смело занести себе в актив. Файтеры успешно выступили на нескольких крупных турнирах, прошли подготовительные сборы к чемпионату России и успешно себя на них показали. Особенно это осенняя его часть. Октябрь, ноябрь. Это Раменская открытый чемпионат ШОС. Это подготовка к чемпионату России Соликамск. Это всероссийские соревнования в Екатеринбурге на призы губернатора. Ну и это, соответственно, чемпионат России, которого все ждали. А ждали чемпионат России почти все субъекты страны и полтысячи участников. Среди них ребята с Алтайского края. Если Михаил Якушев чемпионат России выиграл, то его коллега по цеху Александр Буров забрал серебро, проиграв финал крепкому парню из Красноярска. Первый раунд отбоксировал, я скажу, вообще на равных. Мы с ним прям по очкам там в один удар он вел, по-моему. Второй раунд получился момент как-то зевнул, боксерский сленг, зевнул маленько, бил в корпус правой рукой, и он мне ответил левое. В височную часть попал, и ноги заплясали, отчитали нокдаун. Ну, как есть уж. В третьем раунде, в третьем раунде опять на автомате просто выкинул ногу, в локоть попал. Та же самая нога. Да, да, та же самая нога. И вот эта травма, она как раз сыграла роль. Упал прям, ну, бой продолжил, бой продолжил. Как бы до финала довел бой. Да, мы стали вторым, занять второе место, но по итогам года и дальнейших раскладов мы вошли в состав сборной страны, и на сегодняшний день мы являемся первым номером сборной страны Александра Бурова. Частичка Барнаула была не только среди спортсменов, но и среди судей. Николай Чернов – рефери в ринге с большим опытом. На этом чемпионате России судил галафиналы, главные поединки турнира. Скажем так, сложности никакой не было. Просто работа была, четкое судейство, считаясь, как бы, чистые попадания. Поэтому сложности нет. Единственная ответственность только была, как не как чемпионат России. Нужно было, как бы сказать, правильно определить победителя. Этот сезон представители алтайского кикбоксинга могут занести в актив со словом «успешный». Тем более в обоими сильнейшие кикбоксеры страны. Именно вот они своим трудом, через кровь и пот, через многолетний труд показали, каким образом нужно добиваться цели. Сейчас ребят ждет небольшой отдых, а после снова сборы, турниры и, надеемся, новые победы. Анастасия Драган, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...